Исклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До стар! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире программа «Бысбергебис», где вы снимаете ролики, я их показываю, и таким образом мы пытаемся решить ваши проблемы и проблемы страны, чтобы сделать ее лучше и чище. Ролики можно присылать индивидуальные и коллективные на казахском и русском языках, на адрес моей электронной почты, который вы видите на экране. В конце выпуска я объясню, как со мной связаться и как правильно снять ролик, чтобы он попал на канал Гиперборей. Начнем с новости скорее хорошей, чем наоборот. В комментариях к последним выпускам подписчики интересовались, как дела у 7-летнего Ислама Штыря из Кокшетау. Напомню, у Ислама серьезный диагноз – детский церебральный паралич и микроцефалия. Мама его бросила, папа в тюрьме. Мальчика воспитывает бабушка Елена Ивановна Штырь. Весь июль мы собирали донаты, чтобы Исламу провели дорогостоящую операцию со сложным названием – фибротомия поврежденных мышц на всех проблемных сегментах в украинском городе Винница. Все это время я был на связи с Еленой Ивановной. 4 августа перед отъездом в Украину она прислала отчет. Сборы составили 4 миллиона 43 тысячи 955 тенге. Эта сумма включает 1 миллион, который был собран до обращения на канал Гиперборей. 300 тысяч тенге перечислил фонд Акниед из Астаны. На 1 миллион тенге Штырь взяла в Каспий кредит на авиабилеты. И более 1 миллиона 700 тысяч тенге прислали подписчики Гиперборея. Елена Ивановна написала «Я очень благодарна всем вашим подписчикам за понимание и помощь на операцию «Исламу». За такой маленький срок собрать такую сумму». Мы до этого 2 месяца собирали и всего 1 миллион собрали. А 6 августа она прислала мне вот эту фотографию из Винницы с такой припиской «Доброе утро, мы в Украине уже ждем операцию». Елена Ивановна сняла начало операции, когда «Исламу» делали наркоз. Ингаляция, ингаляция, молодец. Ой, молодец, Ислам. Ингаляция, ингаляция. Да, чтобы не болел. Молодец, молодец, Ислам, молодец. Ты молодец, молодец. Операция длилась 50 минут и прошла успешно. Вот что сказал врач после операции. Было ощущение подлувьих от азобедренных суставов. Но когда освободил есть, как будто они стали на место. Слава Богу. О том, как узнать, они на месте или нет, я вам буду рассказывать, когда реабилитация. Я спросил, где будет проходить реабилитация. Елена Ивановна прислала голосовое сообщение. Мы проходили в Астане, раньше до этого тоже в частной клинике и в Алма-Ате. Два года подряд мы ездили в Алма-Ату, территорию успеха Пожаруково или Клочково. Правильно. Ездили там, проходили. Доктор сказал, государственный, который по порталу говорит, толку не будет. А здесь нужно именно хорошие после этой операции реабилитации, чтобы получить хорошие результаты. А как в государственных делают, лишь бы время там провести, зарплату получить, а результатов никаких. Я задал еще один вопрос. Сколько у вас останется денег после возвращения в Казахстан? Получается, у меня останется где-то миллион триста. Получается, я же этот, как его, за операцию заплатила. Депозит за гостиницу. Потом такси в Украину. То, что вот нанимала. И у меня останется миллион триста где-то. Потому что я ничего такого не позволяю, ничего не покупаю, потому что знаю проблемы. Но я хочу сразу вот этот миллион, который я кредит взяла, я хочу его закрыть. А триста уже пусть остается. Этот, как его, думаю, когда на реабилитацию все равно надо. Нам надо жилье снимать. Платить. Потому что клиники частные, у них жилье не предоставляется. Еще вопрос. Сколько будет стоить реабилитация вместе с другими расходами? Вадим Николаевич, получается территория успеха, которая в Алма-Ате, они сразу выписывают. Счет фактуру дают сразу, реабилитация расписывают и разные суммы. Вот у нас мы последний раз ездили, у нас была сумма 880 тысяч. Это только реабилитация. Ну и жилье снимать. Получается 14 дней находишься. Сейчас 12 тысяч за сутки в Алма-Ате. Вот мама, которая ездила, ту квартиру, которую мы вместе снимали с ней, она говорит, 12 тысяч. Мы, когда последний раз ездили, было 11 тысяч в сутки. Вот. Это получается, если 12, 240 тысяч за жилье. Ой, 240, это 240 за 20 дней она платила. А за 14 дней, если находиться там, 10 дней лечения получать, ну 10 дней это мало. Надо, в принципе, 20 дней реабилитации. Это вот она платила 240 тысяч. Ну, конечно, еще плюс дорога, получается, билеты туда-обратно покупаются, конечно. Ну, это где-то примерно полтора миллиона обходится. Где-то так вот. Мы, когда вот раньше ездили, вот так у нас и обходилась полностью вот эта вот поездка наша. Итак, реабилитация Ислама в течение 10 дней будет стоить 880 тысяч тенге. А если 20 дней, что, конечно, лучше, 1 миллион 760 тысяч. И это без дороги и проживания. Я спросил, каким должен быть эффект после операции и реабилитации. Елена Ивановна ответила, у Ислама тяжелый случай ДЦП, но он должен сам начать жевать, постепенно начать разговаривать, самостоятельно сидеть, а если все пойдет хорошо, то со временем и ходить. 11 августа бабушка и внук прилетели в Алматы, а вчера уже ехали домой на поезде. Елена Ивановна написала, Ислам почти всю дорогу плачет, стопы сильно болят, постоянно приходится мазать. Но это временно, дай бог, все пройдет. А для этого нужна хорошая реабилитация. Поэтому сегодня я повторяю номер телефона Елены Ивановны Штырь, на который вы можете послать донаты для Ислама. Повторю в описании к этому ролику. Подписывайтесь на канал Гиперболей, нажимайте на колокольчик, будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И я всегда благодарю вас за поддержку канала. Копкоп Рахмет, огромное всем спасибо. Безбергемез, мы делаем Гиперболей вместе. Посылайте донаты Исламу Штырь, а мы продолжаем выпуск. Ролик, который я вам сейчас покажу, не пришел самоходом в программу Безбергемез. Его вчера, в понедельник, опубликовал на своем YouTube-канале Антикор. В нем перечисляются активы, незаконно приобретенные племянником Назарбаева Кайратом Сатебалды и с 22-го года возвращенные государству на общую сумму почти 733 миллиарда тенге или 1 миллиард 600 миллионов долларов. Посмотрите, вам будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! были показаны ранее. Не исключаю, что поскрибут и еще найдут. Клиент такой, что обезжиривать можно до бесконечности. Я напомню, что Сатабалды задержали в марте позапрошлого года. Вслед за ним Кайрата Буранбаева, свата Дариги Назарбаевой. У него забрали половину состояния, и он уже на свободе, а племянник еще сидит. И больше двух лет процесс возврата капиталов и активов крутится почти исключительно вокруг двух этих фигур. А давайте вспомним, что говорил президент Токаев на встрече с крупным бизнесом 21 января 2022 года. Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты, в частности КПМГ, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно. Итак, за два года из этих 162 в орбиту следствия попали только двое. Если процесс возврата активов будет идти такими же темпами и дальше, то он завершится через 160 лет. В 2184 году. Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Следующие три ролика объединяет одна общая тема. Это общественный договор или социальный контракт. Самыми известными и глашатаями этой теории считаются английские философы 17 века Томас Гоббс и Джон Локк, а также французский философ 18 столетия Жан-Жак Руссо. Смысл этой дефиниции заключается в том, что граждане частично отказываются от своих суверенных прав в пользу государства, чтобы государство обеспечивало их интересы. Если государство не выполняет свою часть договора, народ поднимает восстание или революцию и меняет власть, либо даже общественный строй. Или не меняет и продолжает влачить по жизни выученную беспомощность. В Казахстане общественный договор всегда напоминал некое соглашение по понятиям. Документально оно закреплено не было, но Назарбаев иногда произносил его вслух. В частности, обращаясь к бизнесу, он говорил, вы не лезете в политику, а я даю вам зарабатывать. И в тучные 2000-е годы казалось, что этот социальный контракт работает. Кому-то от нефтяного пирога доставались смачные куски. Основной же массе населения – крохи с барского стола, впрочем, весьма увесистые. Кончилось все в Жанаузене в декабре 2011 года. А в январе 22-го произошли события, которые одни назвали дворцовым заговором и атакой террористов, другие – восстанием Третьей Казахской революции. После подавления беспорядков президент Тукаев представил концепцию нового Казахстана. И это, по сути, был проект обновленного общественного договора. О том, как он выполняется, и расскажут три следующие сюжета. Первый – от активиста Мейрама Имашева из села Муткеново Актугайского района Павлодарской области. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Здравствуйте всем, уважаемые зрители и подписчики такого замечательного YouTube-канала, как Гиперболия. Здравствуйте также все мои любимые, уважаемые подписчики и зрители моего YouTube-канала о проблемах и жизни хаулов. Очередной раз хочу вам рассказать, показать, как что у нас продвигается, в чем заключаются наши проблемы, как говорится. Хотя это всем доподлинно известно, ясно. В недостаточности внимания со стороны, наверное, высших эшелонов власти к этим аулам. Вот когда, как сказать, разграбливали все эти 30 лет, допустим, в начальной стадии становления, вот допустим, нашей страны, как независимой страны, аулы расформировали, разграбливали, как расхватизировали. Тогда было, ой, как велико это внимание. Вся свора была здесь, все конкурсные управляющие там, как могли только, отправляли и сход, и технику, и земли разбирали. На расхват все уходило. Тогда улы нужны были, сюда притягивались все. А сейчас, когда уже ничего не осталось, живите с тем, что у вас есть, как хотите, как говорится. Дорог нету практически. Все платят, работы нету. Естественно, если земли все поотдавали крупным хозяйствам, там один собственник, который хочет минимально тратиться на нее, максимально от нее получать, так оно и будет. Вот плачевное наше состояние от этого. А если бы эти земли раздали бы действительно людям, которым каждое свое хозяйство, вот это маломальское, придворное свое хозяйство, вот это личное придворное хозяйство, развивал бы каким-то образом, сам бы развивался, какие-то мелкие хозяйства свои открывали бы. Каждый, кто хотел, каждый, кто мог бы, вот этим, если бы занимались бы, тогда было бы, я думаю, гораздо больше экономического развития этих сел. Сейчас уже сколько сел позакрывались, в малонаселенных аулах, селах сейчас нету ни школ, ни акиматов. Поэтому у нас вот такое состояние. Здесь, как вам сказать, наверное, это какая-то бездарность или нежелание помочь своему народу, что ли. Вот. Я всегда говорю, если бы чем, как говорится, привозить сюда, сейчас пытаются малонаселенные села заселять по программе переселения с южных регионов сюда. Для них тоже нету работы. Им дают жилье, в которых они не могут. Природные климатические условия для них неподходящие. Они привыкли постоянно в тепле быть, а сейчас сюда приедут, пока они свыкнутся с этой погодой, с этими условиями жизни. Все это, в общем, очень не отца мы. И для государства очень накладно, и для людей очень нервозно. В общем, делают, не знаю, какую-то балаберду, от которого нету никакого толка. А хотя я думаю, логически вот большим, семь педей во лбу иметь не надо, чтобы понять, если сюда привести нормальные условия жизни, пусть она будет немного затратна, пусть она будет немного затратна, но она бы окупилась бы в кратчайшие сроки, даже тем, что для людей условия жизни, их неблагосостояние поднялось бы, экономическое, и так душевное, и моральное, и материальное, как говорится. Вот что нужно аулам? Проведите, протяните сюда газ, поставьте газофицированное отопление, нормальную воду. Ведь на это все, вот я же говорю, выделяются миллионные, миллиардные средства, по несколько сотен миллионов, каждый маленький аул, результата ноль. Воды как не было, так и нету. Дорог как не было, так и нету. А какие-то помпезные, вот там построить фок, куда дети, или там бассейн должны были поставить, централизованный. У людей нету возможности в соседнее село к родственнику съездить, проведать, потому что работы нету. Для того, чтобы съездить, тогда надо же бензин, надо же, ну, все такое вот. Мы о таких вещах, вот какие-то амбициозные, какие-то помпезные, вот эти вот проекты всякие, придумывают, и на эти сотни миллионов, по несколько миллиардов, это не жалко. Я думаю, лучше бы за эти деньги нормальные условия жизни создали бы людям. У людей нету возможности технически вот заготовить для своих кормов, для своего скота, для своего хозяйства корма заготовить, нету возможности. Но наши земли держат эти крупные хозяйства, они бы, раньше при совхозах как были, все получали на турплату, да и помимо этого брали. Все входили в положение, каждый самый, как говорится, бедный, даже не работающий в этом хозяйстве, в этом совхозе человек, если он живет на территории этого совхоза, он без зерна, без отходов, без зерноотходов не сидел. А сейчас от наших земель, мы же должны, это же земли народа, а народ от этой земли ничего не имеет. Мне написали Григорий и Ирина Цинбалюки, они из-за Кипастуза. Здравствуйте, уважаемый Вадим Борейко. Нашей проблеме больше 20 лет. Живем в частном доме в 26 микрорайоне. Под домами стоит вода. Каждое утро начинается с откачки воды в емкость на огород, а потом этой же водой огород и поливаем. Итак, целый день воду качай. Естественно, оплата за свет огромная. Обращались не раз в Горводоканал, соберут комиссию, придут, возьмут анализы воды, пообещают и на этом все. А в прошлом году уложили асфальт, дороге не было 40 лет и теперь нашей проблеме вообще не решится. В подвальном помещении сырость и грибок. Нашему водопроводу уже 40 лет вели его мы сами еще при советской власти. Это проблема всего нашего 26 микрорайона. И второе. В 16-м году провели новую ветку теплоснабжения и до сих пор она не действует. Очень большая просьба нам помочь. Помочь я могу только тем, что покажу ролик. Мы находимся в подвале моего дома по улице Толстого 7. Вот такая ситуация. Вот сейчас вода поднялась уже почти на сантиметру. 60 где-то оно уже видно. А так поднимается на уровень вот такой это выше. Поэтому откачиваю постоянно. Вот насос стоит с флангами подаем в бак а с бака уже поливаем воду или куда дальше на другие нужны. подвал. Подвал сделан был на 4 блока вниз подними подушка если не это подушки то наверное бы этот подвал вместе с домом заводилось я засыпал полностью на один блок думал это лев говори говори пап говори засыпал полностью весь на уровень 70 сантиметров где-то думал не помогло вода все равно выше поднимается поэтому бесконечно приходится качать это использую электроэнергию вот это покупка насосов кстати их штук 6-7 сгорело у меня и я все обновляю обновляю и обновляю приходила комиссия брали на анализ воду сообщений никаких не давали ну ясно что эта вода не это не грунтовые воды не грунтовые не грунтовые ясно что где-то порывы это порывы потому что я копал на глубину в гараже у меня тоже подвал я полностью засыпал потому что воды там полностью она ниже и воды там полно это невозможно там использовать я ее засыпал полностью чтобы не обвалился поэтому ну что водой не объятно не объятно воды полно в подвале а давления в трубах нету и полива и не полива ни дома не помыться если вот допустим только ночью можно стирку проводить потому что давление 0 0,4 может быть там не поднимается наверху только ночью ну и тут если дальше брать отопление провезли отопление по всему 26 микрорайону значит такие затраты произвели сделали колоссальную работу все все изолированные трубы проводили все прокопали по всем улицам подключили к каждому дому не подключили а подвели к каждому дому а подключение не произвели оказывается не те трубы заложены чем должны быть вместо цельно тянутых поставили электросварные и так оно на по сей день и захоронено все и вот это отопление провели и сейчас асфальт поставили то есть уже полустрасте что вопрос снят а подключение электросварные трубы не подключают потому что электросварные трубы безобразие сейчас мы пойдем вот находимся соседки Толстого 7 8 вот находится подвал под домом весь в воде а как сердце на сердце сделали операцию я вообще ничего не делала вот зашли со стороны гаража вот гараж и под подвал вот вся полностью вода стоит здесь заброшено уже все потому что ничего не сделаешь больше тут проживает здесь пользуюсь случая времени данного выданного я попросить хочу Акимат вмешаться в это дело поправить неужели вот такое вот такие службы у нас водоконсионные водопроводные значит теплотехнические у нас неужели нельзя сделать нормально неужели нельзя вот просто так все на самотеком все пускать и рассчитывать что люди так и будут жить они выдержат не только такое и другое выдержат прошу вас принять меры заканчивается письмо экибастуза аян бейсекин вы уже два года занимаете свой пост успели за это время узнать что в городе творится или еще нет если жители экибастуза обращаются за помощью калматинскому журналисту сразу возникает вопрос а для чего тогда в городе существует местная власть третий ролик от постоянного автора программы мысбергемиз военного пенсионера из Алматы Дин Мухаммеда Кобетаева он расскажет про закон о вредных условиях труда в котором некоторые работники были обойдены пособиями здравствуйте уважаемый Вадим Николаевич здравствуйте уважаемые зрители телеканала гиберпорей меня зовут Дин Мухаммед Кобетаев я являюсь военным пенсионером из города Алматы ранее уже неоднократно обращался через площадку этого канала о законе вредных условиях труда который с января текущего года вступил в законную силу и многие граждане начали получать пособия в размере 4 прожиточных минимум от государства порядок и условия которые ранее озвучивались но к сожалению очень большая масса людей включая меня и моих друзей и знакомых которые работали еще в советское время на различных предприятиях с вредными условиями труда к сожалению большому огорчению до сих пор не имеют возможности получать данное пособие в чем оно заключается в том что как я ранее оповещал и освещал эту тему неоднократно в различных средствах массовой информации также в сенате парламента в мажорейсе министерстве труда и социальной защиты населения и также различные там организации включая трудовую инспекцию там и так далее и так далее где подробно мною были заданы вопросы на которых ответы я по сей день не получил а также в моем лице очень многие казахстанцы число которых исчисляется сотнями тысяч возможно очень большой стаж работы многие из которых уже вышли на пенсию некоторые которые подходят к этой пенсии некоторые из которых продолжают работать они все остались вне рамок этого закона почему и как это случилось я тоже подробно это освещал в ранних передачах и так же я обращался во все эти вышеуказанные инстанции но к сожалению своему и удивлению я понял одну закономерность все они возвращаются я не знаю рассматриваются в парламенте либо нет они переадресовываются в Минтруда Собзащиты откуда простые обыкновенные там служащие которые совершенно не владеют данной обстановкой отвечают мне согласно закона вот так вам ничего не положено не вникая в суть вопроса и даже абсолютно не рассматривать те конкретные шаги которые мною были предложены на всех уровнях власти к своему великому сожалению я констатирую что с таким обращением граждан я думаю необходимо не просто работать не просто читать не просто вникать а привлекать экспертов в число которым я себя отношу так как работал не один год не один месяц все стадии этого производства прошел от начала до конца и как никто другой могу изнутри тему осветить это как бы с одной стороны боль так как многие граждане остались без ничего это очень обидно поэтому еще раз хочу вас благодарить и обратиться прежде всего к министерству социальной защиты населения республики казахстан а именно к их руководителям всем тем комитетам которые там присутствуют которые этот закон продвигают в парламенте и к сожалению изменения и дополнения до сих пор всем категориям это их 8 категорий которые я раньше озвучивал не применены и к сожалению уже год заканчивается но никаких результатов мы не видим я также обращаюсь к парламентариям к сенату к председателю сената к председателю мажориса ко всем депутатам от города Алматы от республики от других регионов где все эти вредные производства продолжают работать пожалуйста рассмотрите пожалуйста в кратчайшие сроки обратите внимание на все те аспекты которые я в письменном виде озвучил и направил во все вот эти инстанции если нет необходимость я могу дополнительно озвучить спасибо за внимание казахстанцы обращаются в программу бысбергемис главным образом с проблемами которые они отчаялись решить в государственных органах поэтому допускаю что из-за этого сам я нахожусь в информационном пузыре негатива и что у меня искаженное представление о том что происходит в стране пожалуйста напишите как в отношении вас лично государство исполняет общественный договор благотворительной рубрикой начали ею и закончим в программу бысбергемис обратился руслан шуканов из октау он пишет обращаюсь к вам за информационной помощью в сборе денег на лечение моей хорошей подруги и благотворителя Жанар Умирзаковой у нее онкология молочной железы на химиотерапию и операцию в клинике Стамбула требуется 50 тысяч долларов сейчас собрано около 12 миллионов тенге это примерно половина нужной суммы Жанар очень добрый и светлый человек профессиональный бухгалтер и налоговый консультант волонтер в клубе 28 петель члены клуба вяжут специальные вещи для недоношенных детей для профилактики остановки дыхания а также она организатор елок для детей из малообеспеченных семей помогала одиноким пожилым людям руслан прислал все необходимые медицинские документы а также ролик от самой Жанар вместе с роликом я покажу на экране реквизиты для отправки донатов и повторю их в описании к этому ролику я обращаюсь к вам с позьбой о помощи во дверь с моей болезни после долгого беспечного лечения в Казахстане я сейчас нахожусь в Турции и прохожу дорогостоящее лечение которое моя семья не в состоянии покрыть самостоятельно 4 августа моя семья объявила сбок средств в Казахстане на сегодняшний день собрано уже около 11 миллионов деньгер как вы понимаете это очень маленькая сумма я искренне благодарна всем кто уже помог финансово информационной поддержкой но прошу вас продолжить распространять эту информацию и помочь мне в борьбе этой болезни каждый план каждое упоминание и информационное распространение могут приблизить меня к моей цели и дать мне шанс на выздоровление пожалуйста помогите мне в этой эпопе ваша поддержка может свасти мою жизнь повторяю правила общения со мной и правила подготовки ролика пожалуйста не надо мне звонить потому что телефон стоит на заглушке слать голосовые и бомбить явочным порядком разными ссылками пишите мне в ватсап мой номер вы видите на экране или на электронную почту адрес тоже на мониторе прежде всего поздоровались и полностью представились имя фамилия профессия откуда вы если вы себя не называете я на сообщение не отвечаю договорились дальше дождались моего ответа излагайте свой вопрос но не кучей маленьких сообщений а сразу в одном письме если ваша тема подходит вы снимаете ролик но пожалуйста просьба снимайте горизонтально а не вертикально некоторые из вас присылают уже смонтированные ролики и вы этим значительно облегчаете мне задачу потому что экономите время одна убедительная просьба не накладывайте музыку потому что youtube ругается из-за авторских прав придерживайтесь ограничений по размеру роликов максимум 5 минут и обязательно следите за уровнем и качеством звука все что вы говорите должно быть хорошо слышно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске ставьте лайки пишите комменты делитесь ссылками на это видео в своих социальных сетях чатах пабликах и мессенджерах и всегда в конце каждого выпуска я благодарю вас за поддержку канала которая длится уже 5 лет коп коп рахмет огромное всем спасибо мы с бергемиз мы делаем гиперборей вместе донаты сегодня посылаем исламчику из кокшетау и жанар у мерзаковой из октау все реквизиты я повторю в описании к этому ролику ну а с вами я ненадолго прощаюсь сау болнес дар москва москва Субтитры создавал DimaTorzok